Говорю, я по темноте никуда не пойду, говорю, я плохо вижу. И после этих слов, тот парень, который был самый пьяный, он просто плашмел, упал в квартиру. Вот тогда я уже начал ощущать высокие сахара. Я понимаю, что я в комнате бревать не буду, мне нужно сделать инсулин или мне нужно выпить водки. Я, наверное, полкружечки-то выпил, мне все тело просто ломило, ноги отказывало. Была ужасная отдышка, в глазах было темно, я практически уже ничего не видел. Я дополню до квартиры на коленках, что если я сейчас лягу отдыхать, то я точно здесь помру прямо в прихожей. Добрейшего здоровья всем, ребят. Меня зовут Александр, у меня сахарный диабет первого типа уже более 30 лет. И сегодня я вам расскажу историю, как я ездил далеко от дома на день рождения и продержался без инсулина практически сутки. Было это примерно лет 12-15 тому назад. Это было, как сейчас помню, лето. Вечером с друзьями нас пригласили на день рождения, там, какой-то девушки. И мы, в общем-то, решили поехать. Но в то время, я, знаете, я не возил с собой ни инсулин, как бы ни глюкометр, тем более. Инсулин не возил по двум причинам. Первая причина – это я всегда его терял, в общем-то, потому что жизнь такая была озорная, разгульная. А вторая причина – это я шприц-ручки, обычно я их ломал. И не потеряю, это обязательно сломаю. Сломать шприц-ручку было довольно-таки легко, если она лежала там в заднем кармане, куда-то сесть, упасть. Ну, или просто потерять ее, так сказать, забыть. И поэтому инсулин я с собой не брал, о чем сейчас очень сильно сожалею. И, можно сказать, я делал инсулин только тогда, когда я находился дома. Это, в общем-то, было утро, когда я просыпался утром дома. И, в общем-то, вечером, когда я возвращался. Даже уже это был не вечер, была поздняя ночь. И то, не всегда возвращался я ночью. Бывало, что возвращался под утро на следующий день, а то и ближе к обеду. Ну, ладно, давайте начнем по порядку. В общем-то, мы поехали на день рождения, мы поехали в другой город. Инсулин я с собой не взял. Глюкометра у меня, как я уже говорил, не было. Никаких, ну, и там, сахара или конфеты, ну, чтобы купировать гипогликемию, у меня тоже не было. Я с собой не брал. Были лишь просто деньги. Деньги в кармане. Но, сами понимаете, если вы находитесь где-то в поле, то что-то там купить сладкое, чтобы купировать гипогликемию, довольно-таки сложновато и практически, в общем-то, невозможно. Это был, в общем-то, вечер. Все начиналось довольно-таки хорошо. Мы приехали в другой город, встретились с людьми, с которыми мы должны были встретиться. Ну, и, как говорится, набрали там спиртное, какой-то закуски, в общем-то, которых было не так уж и много. И пошли то ли в какой-то лес, то ли какая-то поляна была, точно я не помню. В общем-то, мы туда пришли, расположились, но говорю, что стол такой был скудный. В общем-то, насколько я помню, там было две палатки или что-то стояло. Даже не помню, был ли костер или нет. И, ну, в общем-то, и алкоголь с какой-то там, не знаю, бутерброды какие-то, салат, ну, что-то вот такое. Ну, получается, в лучшем случае я сделал инсулин вечером, перед тем, как уезжал. Это был какой-то короткий инсулин, сейчас точно не помню, в какое я в то время колол. Ну, как бы там ни было, сделал инсулин, в общем-то, и поехал. Мы пришли на место, значит, там все расположились, выпили, закусили, и уже была, помню, ночь. Где-то, может быть, мы приехали часов в шесть, потом уже стемнело. Была ночь, может быть, часа два-три, сейчас точно не помню. В общем-то, вот, и у нас случилось такое, что, ну, в общем-то, там была другая компания, как бы, да, и мы подрались просто-напросто. Вот, мы подрались, и, как бы, ну, мы победили, разумеется, да, вот, но те сказали, что, а мы находились в лесу, поскольку, да, и там до города было, ну, скажем так, не то, что далеко, а просто по темноте, по лесу идти, в общем-то, не очень-то было удобно. И они нам сказали, что, ребята, ну, они не хотели каких-то проблем, потому что понимали, если сейчас что-то опять произойдет, им будет еще хуже. И вот, и они сказали так, намекнули, скажем так, что, когда рассветет, мы тогда сходим за помощью, ну, и все, вам здесь хана. Вот, но мы, конечно, тоже люди не глупые, хоть и были пьяны, мы поняли, что, да, если они сходят за помощью, а нас было всего лишь трое. Вот, их, ну, их там тоже было три-четыре человека, но, потому что, если они привели бы подмогу, нам бы, конечно, уже было бы плохо. И мы уже смекнули, что нужно уходить, так и сказать, по темноте, вот, иначе, когда рассветет, они приведут подмогу, и нам тогда будет, действительно, не сдобровать. Вот, ну, что мы тогда, а у нас еще было, с нами еще было три девушки. И что нужно было делать? Нужно было, а там, знаете, как бы лес был такой, и вот эта вот поляна, она как бы находилась наверху, на какой-то вот горе, а гора была, знаете, такая насыпь из песка, что ли, с какого-то, там, вот, типа речного, или просто, может, такая земля была рассыпчатая, типа чернозема, что ли. Вот, и мы находились, как бы, сверху, и нам нужно было непосредственно, вот, уходить вот вниз по этой горе. Вот, мы так посидели, подумали, я, а я еще тогда, ну, увидел, как бы, более-менее, но все равно для меня в потемках, тем более в лесу, да, как-то, ну, стремновато было куда-то бежать. Вот, и мне парень один говорит, говорит, слышишь, говорит, нужно, это, уходить, короче. Я ему говорю, я говорю, я по темноте никуда не пойду, говорю, я плохо вижу. Он мне говорит, ты, говорит, держись за меня, говорит, и беги вот за мной, куда я бегу, держи меня за руку, и беги туда же. Я говорю, ну, ладно. Ну, мы, короче, резко, ну, побежали, ну, побежали резко не потому, что мы их испугались, а потому, что они бы тоже побежали бы, ну, за подмогой, ну, и получилось бы так, что просто нас бы встретили, или догнали бы где-нибудь. вот ну в общем то побежали ну слава богу мы благополучно добрались до города посидели там возле дома какого-то до посидели у нас еще вроде был алкоголь мы попили водки или пиво я там точно не помню вот и надо как бы уже было идти куда-то ночевать потому что во первых у нас один уже все уже вырубался вот ну и мы там еще с товарищем скажем так еще более-менее держались на ногах ну и с нами были эти девушки и одна из девчонок нам предложил это пойдемте ко мне я грачу тебя никого нету она ведь нет у меня год родители дома говорит но как бы у меня своя комната мы все там переночуем но родители у меня более-менее понимающие они поймут мы горим ну ладно пойдем там хорошо что идти было недалеко там может быть не знаю там 100 200 метров до ее дома вот и мы пошли пришли напоминаю инсулин я не делал нужно было колоть уже длинный ночной инсулин даже давно нужно было колоть но у меня поскольку не было я его не делал и мы пошли плюс действовал алкоголь было все хорошо сахара наверно на тот момент был невысокий но по крайней мере я его не чувствовал и мы пошли к ней домой пришли домой самое интересное что я запомнил что мы подошли к двери она открыла дверь и сказала год самое главное теперь только не шумите и после этих слов тот парень который был самый пьяный он просто плашмя упал в квартиру ну и разумеется создав такой приличный шум не знаю родители проснулись нет но было довольно таки смешно мы потом зашли к ней в комнату легли все спать ну там кто кто где кто на полу кто на кресле кто на кровати в общем-то легли все спать и проспали до утра вот тогда я уже начал ощущать высокие сахара тогда мне уже стало так сказать плохо ну поплохело да ему знаете да когда высокие сахара у меня тошнота было такое ощущение горячее дыхание ну диабетики меня поймут и как бы она там все начинают разговаривать и эта девушка говорит выгод тихо это не шумите не шумите у меня там родители сейчас услышат услышат и после ее слов меня резко затошнило и я говорю и меня сейчас вырвет ну я понимаю что я в комнате блевать не буду в окно там я не знаю что там потому что в этой квартире первый раз может быть там знаю дети бегают под окном а я сейчас буду там это харчи метать и я быстро открываю дверь и бегу в туалет хотя я не знаю где в этой квартире туалетная как бы интуиции значит где-то рядом с прихожей должен быть и она мне говорит говорит саш не надо не надо а что я могу сделать если у меня все уже подходит и я выбегаю быстро открываю туалет родители сидят на кухне но они видели что я пробежал может быть не видели не знаю не обратили внимание забегаю в туалет включаю свет ну у меня это все пошло вот я понимаю что мне нужно сделать инсулин или мне нужно выпить водки ну как бы это будет следующая история потом как-нибудь расскажу как я заменял инсулин водкой и довольно таки кстати хорошо было вот я вышел из туалета но мне конечно стало чуть полегче те с кем я был они не знали что у меня сахарный диабет это были мои скажем так не то чтобы друзья но такие знакомые они не знали что у меня сахарный диабет и в общем то я им не хотел на тот момент ничего рассказывать вот мы посидели там еще ну а мне опять же опять начал поплавал поплохело чуть-чуть но уже меня не тошнило но все равно было как бы не по себе было плохо и нас мама этой девушки пригласила позавтракать ребята год пройдите на кухне я приготовила завтрак позавтракайте но у меня чуть так найти так позавтракать захотелось я пришел на кухню я помню она сделала нам завтрак вот это вот никогда кстати не забуду свежие огурцы нарезано дольками так много-много там наверно тарелки три она нарезала ну видать муж там с дачи где-то принесли огурцов и как бы но огурцы не жалко да это как квашеная капуста и и на стол поставить не стыдно и выбросить не жалко огурцы тоже не жалко нарезала нам свежих огурцов хлеб с маслом но бутерброды и чай вот ну чай разумеется мне хотелось пить я быстрее взял кружку чая но он еще был такой прям горячий кипяток и как бы ну очень было неприятно его пить хотя очень сильно хотелось и я взял бы а я взял один огурец одну дольку съел вроде бы все нормально и вот здесь я кусаю кусок хлеба и меня опять начинает тошнить я понимаю что я это ничего есть не буду я максимум могу чаю попить потому что мне просто хочется пить потому что у меня жажда но было опять же неудобно и перед ее родителями ну и перед теми с кем я был потому что просто откусил кусок хлеба и сказал все что я больше не буду но меня так все посмотрели но поскольку мне было очень плохо я сказал нет не буду и все мне наплевать ну про я уже про себя подумал что мне наплевать что они скажут что сделают я сказал не буду ну только огурца конечно я доел хлеб я есть не стал но возможно там кто-то съел я уже не помню и чаю он был настолько горячий просто его невозможно было пить но я пить хотел ну я наверное полкружечки то выпил но все равно мне было плохо и мое состояние в дальнейшем продолжало ухудшаться родители и ушли наверное через там не знаю минут двадцать через полчаса мы остались в квартире одни я просто лежал мне было плохо я ничего не говорил но я все как бы так сказать включал дурачка да из говорил что мне нужно похмелиться но действительно если я бы тогда бы выпил водки бы она как вы знаете понижает сахар мне было бы лучше вот и мы я не помню там был откуда нас были деньги то ли мы позвонили своему другу в общем то он пришел и у него были деньги и короче получилось так что и мы с этим другом но а тот друг уже знал что у меня сахарный диабет вот и мы с ним пошли в магазин купить водки и в тот момент когда мы шли мне вообще поплохила очень сильно там сахар наверное уже и под 40 было если не выше ну вы знаете какими его и сахара это вполне возможно вот и доходило даже до того что вот мы просто идем и останавливаюсь и ну меня рвет прямо посреди дороги проходим еще там 10-15 метров мы останавливаемся меня опять рвет он не гачок от с тобой я говорю да я не знаю это или за из-за диабета горит или за водки это может быть все вместе он готов делать надо я говорю ну давай сейчас купим водки горит попробую выпью если сахар не понизится то мне уже надо срочно попасть домой а на тот момент попасть домой но знаете не то что было совсем невозможно но было довольно таки проблематично вот но и мы в общем то дошли до магазина я остался около входа меня тошнил я там за угол зашел там сидел короче вот из меня все текло а он пошел в магазин вот он купил водки и говорит ну чё год давай будет выпьешь можете полегче будет и когда он налил вот этот запах мне вообще вообще стало еще хуже просто я говорю нет я не буду мне нужно сто процентов домой надо что-то было делать я не помню были бы были ли у нас деньги на такси тогда просто не помню но случилось так что у нас еще был друг один он работал в этом городе ну на машине скажем тогда водителем и мы ему позвонили и сказали блин сань нужно срочно отвезти вот меня домой короче вот не вопрос сейчас приеду он приехал там буквально все быстро это все произошло он приехал отвез меня домой время уже наверное было но после обеденной может быть часа два-три дня это считай практически сутки я уже не колол никакой инсулин не короткий не длинный он меня довез а так получилось что не прям до подъезда у меня довез а вот ну метров наверное 100 там даме надо было в горку подниматься дома его дома до моего подъезда и меня остановил дойдешь я куда все нормально дойду ну как бы до дома все нормально я дошел дошел до подъезда зашел в подъезд к но как вы знаете я живу на пятом этаже наверное еще этажа два-три я прошел более менее и потом мне опять поплохело стало еще хуже и наверное уже последние два этажа я действительно прям я цеплялся за перила я прям поднимался еле-еле у меня было состояние у меня все тело просто ломила ноги отказывала была ужасная отдышка в глазах было темно там я практически уже ничего не видел вот и я добирался и прямо скажу вам честно что последний наверное ступенек пять может быть три ступеньки я дополз до квартиры на коленках потому что все уже силы в ногах не было идти было невозможно стоя на коленях я открыл дверь ключом открыл дверь и я зашел я сел на прихожую немного отдышался но понимал что как бы сдаваться нельзя потому что если я сейчас лягу отдыхать то я точно здесь помру прям в прихожей мне нужно срочно было сделать инсулин я добрался до шприц ручки набрал 15 единиц я понимаю что это неправильно никогда так не делайте но на тот момент мне нужно было что-то делать чтобы выжить я набрал 15 единиц и уколол себе в живот 15 единиц инсулина и лег отдохнуть ну просто полежать но как бы все равно состояние не не улучшалось но знаете была такая усталость и я наверное может быть минут на 10 может быть не за 20 там 30 я просто как бы вырубился ну грубо говоря заснул но был как бы в сознании но я спал такое какое-то было состояние опять же сахар я не мерил потому что на тот момент у меня то ли вообще не было глюкометра то ли не было полосок я встал и просто по состоянии после матчу по своему самочувствию я понял что те 15 единиц это для меня было мало нужно еще вкалывать 15 я еще раз набрал на шприц ручки 15 единиц и опять же вколол себе в живот еще где-то наверное минут через 40 может быть через час мне уже стало полегче да я уже мог допустим попить воды там что-то съесть такое ну такое что-то знаете типа там апельсина мандарина да я как бы очнулся скажем так проснулся я понял что мне легче ну в общем то я ничего делать не стал никуда не пошел я просто лег спать ну чтобы отдохнуть набраться сил и уже ближе к вечеру наверное к ночи я уже проснулся и чувствовал себя довольно таки хорошо и в общем то после этого вот скажем так происшествия после этих часов такого изнеможения я опять собрался и пошел гулять получилось так что я продержался сутки без инсулина ну как продержался это я вынуждена продержался потому что делать не было нечего но под конец я уже понял что без инсулина я не справлюсь и инсулин мне нужен был обязательно и добраться до дома надо было мне любым путями понятно что пешком бы я не дошел это ну тем более в таком состоянии вот поэтому нужно было что-то делать ну вот и решили мы вызвать друга который в общем то мне помог в этой истории конечно сыграл алкоголь он сыграл и положительную и негативную роль положительную потому что если бы не алкоголь у меня сахар бы поднялся бы давно уже и возможно я бы и даже не дождался бы того момента когда бы меня отвезли бы домой негативную потому что ну он на меня так повлиял что я вообще с собой инсулин не взял и то что после ну вот того когда я выпил через несколько часов сахар начал резко подниматься есть у меня продолжение этой истории не именно этой а той как я заменял инсулин непосредственно алкоголем я за место к ну скажем в тот момент когда мне нужно было делать инсулина инсулина у меня с собой не было я просто пил алкоголь и сахар также понижался и все я себя чувствовал довольно таки хорошо и вам расскажу в следующий раз так что обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить интересные истории также подписывайтесь на мою группу вконтакте ну если она если она конечно разблокирована также ко мне в друзья добавляйтесь на страничку вконтакте обязательно подписывайтесь на мой инстаграм там вообще все интересные вещи и там можно задать не любой вопрос ставьте лайк если вам понравилась такая история не понравилась ставьте дизлайки пишите в комментариях вообще что вы думаете о таком вот действий которые я своим организмом производил раньше и все полезные ссылочки в общем-то будут в описании также приходите ко мне на стримы стрима происходит в 18 00 по москве но не практически каждый вечер но скажем раза два-три в неделю это точно потом я вам скажу более подробный график выхода стримов ну а с вами был канал сахарный диабет вся правда меня зовут александр здоровья вам и вашим близким до новых встреч